16 марта 2022 года Народное антикризисное управление выступило с заявлением о том, что Беларусь нужно признать оккупированной страной. Наша земля является оккупированной иностранной армией Российской Федерации. Последнее время мы видим, что многие политики, эксперты, политологи вновь начинают дискуссию на эту тему. Эта тема вновь также стала одной из ключевых в медиапространстве. С точки зрения международного права Беларусь не находится под оккупацией, цитирует юриста-международника, эксперта белорусского хельсинского комитета Екатерину Дейкало из Дании Дойчевели. В международном праве отношение власти территории строится на принципе эффективного контроля. Несмотря на то, что Лукашенко нелегитимный президент, он эффективно контролирует территорию. Смысл же оккупации в том, что кто-то насильно забирает этот эффективный контроль у предыдущего хозяина. Политический обозреватель Валерий Карбалевич считает, что де юре оккупации Беларуси и России нет. Но заявление Павла Латушка, отмечает он, нужно рассматривать как политическое, и его можно интерпретировать по-разному. Исходя из принципа, заявление политика имеет ровно тот вес, какой вес имеет политик. Какие признаки фактической оккупации Беларуси и России можно выделить? Прежде всего, первое, это оккупант Россия контролирует оккупированную территорию и использует ее для своих военных целей. И мы видим это фактически, начиная еще с начала этого года, а в последующем конкретно с 24 февраля. Именно контроль над территорией Республики Беларусь дал возможность использования ее российским вооруженным силам для нанесения агрессии, осуществления агрессии в отношении соседнего государства Украины. Следующее, нет никаких видимых признаков, что Лукашенко пытался воспрепятствовать действиям российских вооруженных сил. А он обязан был воспрепятствовать, потому что это вытекает из Конституции Республики Беларусь, любой редакции, какую бы мы ни взяли, которая очень четко говорит, что никакой агрессии в отношении третьего страны с территории Беларусь осуществляться не может. То же самое это противоречит военной доктрине Республики Беларусь. Это противоречит договору о дружбе и сотрудничестве с Украиной, договору о государственной границе Республики Беларусь. И это противоречит нормам международного права. Воспрепятствовал ли этому Лукашенко или нет? Фактически Россия использует согласие марионеточного правительства, возглавляемого Лукашенко, марионеточной власти, в кавычках возглавляемой Лукашенко на территории Беларуси. Потому что если бы он не был марионеткой, он бы противодействовал этому. Он на это дал согласие. Поэтому это еще одно из подтверждений факта оккупации территории Беларуси из двух, которых я привел выше. Начало оккупации может осуществляться и без объявления войны. А оккупант прикрывается формальными юридическими основаниями. Формальными юридическими основаниями являлся, например, план учений, которые проходили на территории Беларуси в феврале. Сейчас формальное обоснование – это формирование совместной группировки вооруженных сил Беларуси и России на территории Беларуси. Из-за того, что якобы Беларуси существует угроза. Угрозы нет. И мы прекрасно с вами понимаем, что это ложный тезис. Просто лживый изначально. Соответственно, это еще один признак того, что это является оккупацией. Оккупант прикрывается формальными обоснованиями. Международные договоры и договоренности, которые использовались как формальные основания для ввода войск, впоследствии были грубо нарушены. Армия Российской Федерации осталась на территории Беларуси после окончания учений. И впоследствии напала на Украину. То есть фактически то, что им была возможность, можем рассмотреть, например, с точки зрения права, пребывать на территории Беларуси для учений. Но они в последующем учения прекратились, а началась агрессия. Это тоже еще один из доказательств этого факта. На момент оккупации Лукашенко де-факто незаконно удерживал власть Беларуси после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года и подавления народных протестов, используя силу. Все это шесть признаков, которые дают нам полное основание убеждать, говорить о том, что территория Беларуси является оккупированной. Теперь, споря с господином Карбалевичем, который говорит, что все зависит от того, какой политик это заявляет. Господин Карбалевич забывает о том, что подобные высказания были сделаны как командой народного антикризисного управления, как первая, которая обосновала, подтвердила, исходя из норм международного права, благодаря нашим юридическим юристам-экспертам и дипломатам, факт оккупации. Так в последующем это было заявлено и Светланой Тихановской, лидером белорусских демократических сил. После создания Объединенного переходного кабинета Беларуси как органа исполнительной власти, который должен обеспечить транзит в стране до новых выборах, кабинет также сделал соответствующее заявление, объявив, что рассматривает территорию Беларуси как оккупированную. В последующем последовали и политические заявления. Политические заявления на уровне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, которые прямым текстом сказали, что рассматривают территорию Беларуси оккупированной. Сейчас этот вопрос инициируется рядом депутатов Верховной Рады Украины о том, что Беларусь является оккупированной территорией. Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис озвучил публично позицию, что Литва рассматривает Беларусь как частично оккупированную территорию. Президент Литвы буквально на днях также сказал, что нет контроля на территории Беларуси у нелегитимной власти в нашей стране. Аналогичные по смыслу заявления были сделаны даже на уровне президента США Байдена о том, что фактически режим Лукашенко утратил эффективный контроль над территорией Беларуси. То бишь сегодня Лукашенко не контролирует нанесение ракетных ударов, старт самолетов с аэродромов Беларуси, осуществляемых российскими вооруженными силами. Лукашенко не контролирует воздушное пространство Республики Беларусь, когда бомбардировщики российские заходят в воздушное пространство Беларуси и наносят ракетные удары по территории Украины. Вы видите, тут огромное количество доказательной базы, которые абсолютно дают нам основания исходить из того, что территория Беларуси фактически является оккупированной. Юридическое признание – это признание соответствующими правовыми решениями других государств мира. Вот посмотрим, будут ли созданы такие прецеденты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова